Как продвигаться бизнесу в нынешних условиях? Разберемся в этом видео. Поехали! Всем привет! Меня зовут Валерия, и сегодня мы поговорим о том, как остановить панику в бизнесе непосредственно, как действовать далее, как не потерять свою аудиторию, а самое главное, клиентов. Итак, на слайде у меня представлены платформы, которые не работают на сегодняшний день в Российской Федерации или работают с перебоями. Ежедневно буквально этот список пополняется, и поэтому сегодня я хочу вам рассказать, куда стоит обратиться, на какие сервисы обратить внимание, на какие методики и что же делать. Первое, что делать? Чат-боты. Во-первых, их сделать очень просто. Во-вторых, на сегодняшний день они автоматизируют часть работы с клиентами. Это очень удобно. У нас есть несколько видео по настройке чат-ботов. Это можно сделать самостоятельно, поэтому обратите на это внимание. Далее, e-mail маркетинг. Сейчас самое время вспомнить о своих базах, напомнить о себе клиентах. Никогда не включайте в свои рассылки новости политики и так далее. Только ненавязчивые письма, которые будут напоминать о вас. Телеграм-канал. Говорят, что скоро у Телеграма начнется вторая жизнь, и, возможно, так и будет. Создать Телеграм-канал очень просто. Нужно просто скачать это приложение, непосредственно ввести свой номер телефона, в чатах нажать кнопку «Создать канал». Все. И не забудьте рассказать своим клиентам, подписчикам о том, что теперь у вас есть Телеграм-канал. Пусть подписывается, чтобы не потерять вас в случае блокировки. Вебинары. Сейчас все устали от новостей, и самое время рассказать что-то полезное, образовательное. Поэтому вебинары, как никогда, будут кстати. Далее. Пуш-уведомления. Напомните о себе своим клиентам путем сообщения на экране их смартфона. Тоже отличная методика, и поэтому советую вам обратить на это внимание. Далее. Контекстная реклама. Google AdWords, как известно, на территории Российской Федерации заблокировал рекламу, но это не означает, что контекстная реклама пропала совсем. Яндекс.Дирит работает. Конечно, сейчас ставки там будут несколько повышены, но это все равно лучше, чем совсем ничего. Поэтому работайте, и все получится. SEO. Недавно под видео у меня спросили, а что же сейчас происходит с SEO, что делать? Тут не нужно паниковать, потому что все по-старому. Пока работают поисковые системы Google и Яндекс, SEO будет работать в прежнем режиме, и ничего ему не грозит. Реклама в Instagram. Но речь идет не о простой рекламе. Я призываю вас обратить внимание на партнерские связи. Если вы давно откладывали какую-то публикацию контента у блогера, то сейчас самое время попробовать это. Также обратите внимание на рилсы. Это такие короткие видео, которые сейчас есть буквально везде, и Instagram не обошел их стороной, конечно же. Они отлично распространяются, а если ваше видео попадет в рекомендации, то огромное количество просмотров, лайков и комментариев вам просто обеспечено. И, конечно же, ВКонтакте. ВКонтакте прилил трафик. Имейте в виду, раскручивайте свои группы, добавляйте видео. Все будет отлично. Кроме того, до 10 апреля, если я не ошибаюсь, ВКонтакте включил монетизацию авторам за свой контент. Это особо важно тем, кто зарабатывает на своем контенте. В описании к этому видео я прикреплю обязательно ссылку на эту статью. Почитайте. Ну и это как минимум повод не отчаиваться. Итак, сегодня мы поговорили о том, что же делать бизнесу в нынешних условиях, как продвигаться. Я надеюсь, что вам было полезно. Ставьте палец вверх по классике жанра. Не забывайте про комментарии. Подписывайтесь на нас. Также к описании к этому видео я добавлю ссылки на все наши социальные сети. Обязательно подписывайтесь, чтобы не потерять нас. Ну и всем пока.